Как ведут себя собаки в жару, как кормить и поить? Любой пес, находясь продолжительное время на солнце, рискует получить тепловой удар. К сожалению, собаки не могут регулировать температуру собственного тела, поэтому защита от перегрева – обязанность хозяина. Чтобы предотвратить тепловой удар, важно знать, как ведет себя щенок в жару. Если его поведение отличается от общепринятого, следует обратиться за помощью к ветеринару. Самочувствие собак при жаре Жара оказывает отрицательное воздействие на организм питомца и может быть попросту опасна для него. Каждому хозяину требуется знать, как ведут себя собаки в жару, чтобы успеть вовремя облегчить состояние любимца. Животное становится вялым, теряет аппетит, его постоянно клонит в сон, а частота дыхательных движений достигает 300-400 в минуту. Такое поведение является защитной реакцией организма. Тепловой удар может вызвать ряд заболеваний и даже привести к смерти собаки. Важно! Так как потовых желез у собак мало, терморегуляция осуществляется за счет испарения влаги с языка. Именно этим можно объяснить потребность высовывать язык в жару. Иногда хозяева отмечают запах от животного, который связывают с наступлением летней знойной жары. Они думают, что собака попросту вспотела, но это неверно. Здоровый пес не имеет какого-либо запаха, а если он появился, то это весомый повод обратиться за консультацией к ветеринару. В жаркую погоду у питомца могут обостриться заболевания, такие как хронический цистит, сердечная недостаточность и другие поэтому. От него и начинает исходить непривычный запах. Летом хозяин должен принять необходимые меры, чтобы уберечь пса от перегрева. Какие собаки не переносят жару? Существуют породы, которые менее адаптированы к жаркому климату, чем другие, поэтому летние месяцы они переживают намного сложнее. В группе риска находятся Длинношерстные представители Брахицефалы, то есть, породы с укороченной мордой, например, мопс, шпиц и другие Питомцы, склонные к ожирению Северные породы, к примеру, аляскинский маламут Охотничьи и служебные породы Собаки, имеющие темный цвет шерсти Возрастной питомец Как определить, что собаке жарко? Внимательный и заботливый хозяин может сразу определить, что его питомец страдает, ведь в жару как-то не так собака ведет себя. Достаточно просто понаблюдать за ее поведением и при обнаружении непривычных симптомов постараться облегчить положение. Брахицефалы с трудом переносят жару и подвержены тепловому удару. Признаки того, что щенок страдает Определить страдания четвероногого Любимца можно по внешним признакам. Основные симптомы следующие Пес отказывается от еды и даже любимые лакомства не вызывают у него интереса. Учащенное дыхание Четвероногий любимец не желает играть в игры и активно проводить время на прогулке. Пытается найти прохладное место, с этой целью копает ямы или же придерживается места в тени. Признаки теплового удара у собаки Тепловой удар негативно отражается на здоровье собаки, вызывая тяжелые нарушения. В жаркую погоду процесс выведения токсинов затрудняется, в связи с чем возрастает риск возникновения тромбов и обострения хронических заболеваний. Симптомы теплового удара Активное слюноотделение Непривычный, ведомый взгляд Чрезмерное дыхание Неспособность остановить взгляд на предмете Отсутствие реакции на хозяина, его голос и команды Измененная и неустойчивая походка Судороги Повышение температуры тела и учащенный пульс Важно! Необходимо следить за состоянием питомца и предотвратить тепловой удар, который может возникнуть в летние месяцы совершенно неожиданно. При первых признаках перегрева, питомца необходимо показать ветеринару. Как помочь питомцу пережить жару? В знойную летнюю пору четвероногий любимец как никогда нуждается во внимании. Пес не в состоянии самостоятельно о себе позаботиться и поэтому уход за ним становится первостепенным делом хозяина. Режим дня Режим дня питомца должен быть направлен на экономию его энергии. Категорически запрещено позволять собаке утомляться. Желательно не давать псу активно двигаться в душном и непроветренном помещении. Условия в доме Необходимо принимать меры по снижению температуры в помещении, где живет пес. Жилище постоянно нужно проветривать, но при этом не допускать образования сквозняка. Соблюдение режима дня в жаркую погоду поможет питомцу избежать теплового удара. Питание в меру В знойную летнюю пору на предложенную Пищу в привычное врем, часто следует отказ. Но не стоит беспокоиться и насильно кормить пса, просто следует перенести прием пищи на раннее утро и поздний вечер, когда температура воздуха идет на спад. Для облегчения состояния питомца размер порции следует сократить. Рекомендуется отдавать предпочтение легкой и нежирной еде. Мясо и молочные продукты для четвероногого любимца требуется покупать свежие, ведь в жару увеличивается рост развития бактерий. Питание не нужно экономить, поэтому если еда осталась после кормления, ее следует выбрасывать. Важно! Для регулирования питания можно завести блокнот, в котором отмечать, сколько питомец поел. Не помешает также указывать количество потребляемой воды. Питьевой режим Вода – это то, к чему пес должен иметь обязательный доступ. Она в миске всегда должна быть только чистая и прохладная. Питье следует брать с собой и на улицу, чтобы во время прогулки собака имела возможность в любой момент утолить жажду. Важно! Поить ледяной водой нельзя, так как при резком перепаде температуры может возникнуть опасность для жизни. Выгул собаки в жару Для прогулки летом лучше выбирать время до 8 утра и после 20 часов вечера. В такой временный промежуток солнце еще не доставляет дискомфорт. Важнейшее значение требуется уделять подбору места для прогулки. Оптимальным вариантом станет выгул у водоема, так как у воды температура воздуха всегда ниже. Также отправиться на прогулку с псом можно в лес, где питомцу будет приятно отдохнуть в тени деревьев. Кондиционер, друг или враг При наличии в квартире кондиционера первым порывом любящего хозяина становится желание положить под поток холодного воздуха своего питомца. Но делать это запрещено, поскольку при попадании холодного воздуха на разгоряченное тело возрастает риск возникновения простуды. Лучше всего проветрить помещение и только после пустить в него пса или же направить поток холодного воздуха на потолок, но не на животное. Охлаждающие аксессуары Для облегчения положения любимца можно использовать специальные охлаждающие устройства, которые продаются в магазинах для животных, а именно Охлаждающий коврик Ошейник Ботинки Костюм Попона Важно С целью экономии денежных средств приспособление можно сделать собственноручно, просто намочив футболку водой и надев ее на четвероногого друга. Охлаждающий коврик поможет собаке легче перенести знойное лето. Новая прическа Длинношерстному питомцу можно постричь шерсть и желательно. С этой целью обратиться к грумеру. Но стоит отметить, что делать собаке стрижку следует в крайнем случае, если нет возможности иначе облегчить его страдания. Важно! Запрещено брить наголо пса, так как оголенная кожа способствует еще большему перегреву. Никогда не оставлять питомца в машине. Перед поездкой владельцы машин с помощью кондиционера регулируют температуру воздуха в салоне, создавая приятную прохладу. Казалось бы, почему же нельзя оставить пса одного в машине, которая остужена до необходимой температуры? Дело в том, что автомобиль быстро нагревается. Если температура в салоне составляет 20 градусов, то уже через час она будет более 45 градусов. Коврики, рули, все вещи, которые находятся внутри автомобиля, поглощают солнечные лучи. За счет этого и увеличивается температура воздуха в салоне. Испытывая духоту, маленький щенок или взрослый пес начинает пищать и нервничать, растрачивая много сил. Поэтому оставлять пса внутри машины одного, это подвергнуть его жизнь смертельной опасности. Важно! За одну минуту температура воздуха в салоне увеличивается примерно на 1 градус. Оставлять собаку в машине одну летом смертельно опасно. Что делать категорически нельзя. В сильную жару при возникновении жажд, питомец может проявить желание попить из лужи. Поощрять такой порыв категорически нельзя, ведь в лужах вода грязная и может содержать инфекции. Также для прогулки не следует выбирать местность, где присутствует только асфальт. Все дело в том, что асфальтовое покрытие в жару раскаляется так, что попросту может сжечь подушечки лап пса. Последствия перегрева животного. Тепловой удар может иметь негативные последствия, а именно Полиорганная недостаточность Почечная недостаточность Гибель Веселые летние прогулки с собакой не всегда безопасны для ее здоровья. Именно поэтому так важно оградить пса от длительного воздействия палящих летних лучей, ведь проще предотвратить тепловой удар, чем бороться с его последствиями.